Человек видит головой, а не глазами. Мир вокруг строится на основе наших собственных представлений и ассоциаций. Кто-то, проходя по улице, обратит внимание на фонарный столб, на окна цокольного этажа, на ботинки, свисающие с проводов. Какого хрена там ботинки делают, алло? Всем привет, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Чужого среди своих. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Не-не, постой, зачем мне его ломать? Кто ты такой? Как ты вообще сюда дозвонился? Голос озабоченно вздохнул. И я... Я сам толком не понимаю. Не способен понять, как это работает. Как я должен тебе объяснить это, если я сам не понимаю? Э, не, дружище, ты не в том положении, чтобы отпираться. Если хочешь, чтобы я сломал этот телефон, то ты мне всё объяснишь. Причём в подробностях. Он закричал, потом что-то швырнул с грохотом. Затем звуки стихли. Я пару раз позвал его, но никакого ответа не было. Вдруг раздалось какое-то шебуршение, и мальчик вернулся, сказал... А мальчик? Ладно, если хочешь знать, то я расскажу. Я пробыл в этом лагере невероятное количество циклов. Просто неимоверное. Циклов? Голос захохотал. Так ты и этого не знаешь? Значит, новенький, сыроват ещё. Цикл, мой друг, это смена. Одна полная, пережитая тобой смена. Один цикл кончается, ты возвращаешься домой, а потом начинается следующий. Всё повторяется из раза в раз. Я сбился со счётом. Кажется, что побывал здесь вечность. Пробал. И вот, у меня наконец-то получилось уехать из этого проклятого лагеря. Я уверен, что наконец смог выбраться. Семён? Ты Семён, верно? Он засмеялся. А, то есть мальчик. Блядь, какой он мальчик? Да, но имена здесь не важны. Голос тяжело вздохнул. Слушай, я выбрался, ты нет. Всё, что нас связывает, это телефон. Прошу тебя, разорви эту связь. Подожди, ответь мне, что это за место? Семён немного покряхтел, а потом сказал. Концлагерь. Ха! Концлагерь? С насмешкой переспросил я. Да. Концлагерь особого назначения. Мы все заключённые на курсе перевоспитания. Нас с корнем вырывают из обычной жизни. И заставляют вдыхать пьянящий, живительный воздух. Разве не видишь? Оглянись вокруг. Ты в мире, где бабочки не дохнут. Всё вокруг... Все вокруг корчат комсомольские улыбки. Окружают тебя. Кто-то взаимодействует. Эти марионетки, они всячески пытаются тебя расшевелить. Влевить в себя, занять делом. Попытайся сбежать. Дальше городского силуэта карта не уйдёт. Это словно пузырь в пространстве. С навсегда остановленным временем. Попробуй забиться в угол. Та рыжая или блондинка обязательно тебя найдут и разговарят. Зачем им это? Им незачем. Ты вообще слышал меня? Я же сказал, они всего лишь марионетки. Куклы на заводном механизме. Только вот, люди привыкли играть в куклы. А у нас всё наоборот. Чучела пытаются управлять нами. Бредятина какая-то. Иначе и быть не может. Я в это верю, а ты уж как хочешь. Мы немного помолчали. Семён тяжело дышал в трубку, а я всё думал, оглядываясь по сторонам. Хотя, думал довольно сильно сказано. Я всего лишь пытался подум... Всего лишь пытался думать. Но получалось это весьма плохо. Моя правая рука вдруг почему-то задрожала. Я сжал запясть, и изо всех силы дрожь слегка утехла. А затем и вовсе исчезла насовсем. Ты ведь понимаешь всю суть, верно? Ты сомневаешься, не веришь в происходящее вокруг. В этом вся сущность эксперимента. Всё это поле испытаний, а мы подопытные обязаны поверить в него. А теперь оставим все эти сложности. Всякие временные пекли теории перемещения во времени. И прочую ненужную херню, которая невольно лезет в голову. Тебя заперли с людьми. Хо-хо-хо! Глянем, что у нас на вебах. Провести остаток жизни с рыжеволосой ранимой истеричкой. Может, с застинчивой неуравновешенной социопаткой? Или с незатыкаемой пустышкой, которая разговорами превратит твои мозги в кашу? Издай мерзения правильной блондинкой. С задиристым ребёнком. Может, с ревностной рестлершей наркоманкой. А ты ещё кто? С озлобленным книжным червём. Или предложишь мне... Учёных на выбор. Без вранья я смог узнать каждого из членов лагеря. Он описал их очень точно, хоть и с необычного ракурса. Если смотреть на людей с такой стороны, то каждый первый дерьмо. Вот-вот, зарежь в корень. Но тогда возникает вопрос. Раз здесь люди такие же не идеальные, как и в реальном мире, то о каком перевоспитании идёт речь? Персунов замолчал. Ни тяжёлого дыхания, ни шуршания, гробовая тишина. Лишь треск насекомых на моей стороне мира. Потом Семён тяжело вздохнул и сказал. Слушай, это всё очень запутано. Масса этих идиотских, но и если. Нелегко разобраться, да и мне особо не хочется. Человек видит головой, а не глазами. Мир вокруг... Мир вокруг строится на основе наших собственных представлений и ассоциаций. Кто-то, проходя по улице, обратит внимание на фонарный столб. На окна цокольного этажа. На ботинки, свисающие с проводов. Какого хрена там ботинки делают, алло? А кто-то просто прошёл эту улицу, ведь для него все эти детали не играют никакой роли. Ты видишь, Савёнок, по-своему, я по-своему. Ты можешь уживаться с куклами, а я предпочту существовать в реальном мире. Не знаю, кончился ли этот кошмар для меня. Вернусь ли я обратно или нет, но... Я должен быть уверен, хоть... Хотя бы для себя. Что ничего от меня не осталось в лагере. Единственная вещь, этот мобильник, который я потерял в лесу. Прошу, сломай его и живи как хочешь. Забудь обо мне, о нашей встрече. Сломай телефон и забудь. И чё делать-то? Хе-хе, хер его знает. А не будем ломать. Нет, я не буду этого делать. Обдумай хорошенько. Если для тебя имеет значение... ...жизнь твоих выдуманных друзей, то лучше сломай его. Если это действительно проклятие, значит, ты не сможешь выбраться так легко. И мы скоро встретимся снова. Семён закашлялся от смеха. И что? Ты думаешь, если я увижу тебя, то сразу решусь на светскую беседу? За крошкой горячего кофе? Не надейся, дружище! Я забыл, какой сейчас год, сколько мне лет, и, кажется, стал забывать своё имя. Но я всё ещё хочу жить. Навсегда вернуться в реальность. И пока это желание есть, я сделаю всё, что смогу! Я, недослушивая, бросил трубку и швырнул мобильник в карман. Слушай. Ты понял хоть что-то? Понял лишь одно. Если он не съехал с катушек и говорил, правда, то нам с тобой предстоит весёлое лето. Знаешь, я ожидал что-то типа мы по уши в дерьме или нам хана. Ну или что-то в этом роде. Хорошо. Мы по уши в дерьме. Как-то лучше. Я пнул камешок и отправился в свой барак. Настя сидела на веранде и, слегка зевая, причесывала шёлковые малиновые волосы. Увидев меня, тут же отвела глаза и сделала вид, что никого не заметила. Утро доброго, горошковый тён! Не тебе же, воронок! Не отрываясь от волос, сказала она. Ты чего такой грустный? Что-то болит? Погода. На улице было не продохнуть. Удушающая жара разрядила воздух и подарила мне лёгкое головокружение. Ух, грустняшка малохольная. Я же всё равно узнаю. Только не говори, что ты к кибернетикам ходил. А то я задушу тебя этой резинкой. Договорила она и указала на резиночку для волос. Да, в речке я купался. Охлаждался немного. Настя слегка озадаченно и недоверчиво посмотрела на меня, но потом вернула прежний беззаботный вид и продолжила борьбу с волосами. На веранде я заметил железное нагретое ведро. То, которое стояло в комнате доверху, заполненное водой. Представляешь? Ха! Сегодня проснулся с тряпкой на голове. Девочка слегка погрустнела. И не столько печали было в её прекрасных глазах, сколько волнения. Я что-то не то сказал? Ты кричал ночью. Ч-чего? Может, кошмар какой снялся, может, ещё что-то. Ты просто вскрикивал, крутился, рвал на себе волосы, периодически поднимался. Я тебе говорила, ложись, но ты не откликался. Ясное дело, я перепугалась, вскочила, а у тебя жар. Голова ужас какая горячая. Конечно, столько в этом процессоре генерилось сразу. Целый мир. Медсестру тревожить не хотелось, середина ночи как-никак. Вот я и взялась за народные методы. Воду в умывальниках набрала и стала тебе тряпки на лоб класть. Сбила температуру где-то к трём утра. К трём? Ты полночи сидела со мной. Настя улыбнулась и кокетливо жестикулируя бровями сказала. Видишь, какая я у тебя? Блин, ну она миленькая, конечно, да. Спасибо. Правда, спасибо. Да ладно, это все мелочи жизни. Ну что, пошли на линейку? Я только оттуда, там ещё никого нет. Это было тогда, сейчас уже все пришли. Откуда такая уверенность? Я про рецательницу. Не знал? Нет, не знал. Я тоже. Но линейку никто не отменял. Пойдём. И ты сам в этом убедишься. Горшкова швырнула расчёску в домик, и мы отправились на площадь. По закону жизни, обитель Генды действительно кишала пионерами. И что я говорила? Ещё одна победа за Настей Великолепной. Я вёло похлопал в ладоши и встал рядом с остальными членами отряда. Заботливый подвиг Анастасии почему-то перестал меня радовать. Зато разговор с братом, по несчастью, знатно подпортил настроение. То ли грустно стало внезапно, то ли тяжело на душе. Ничего уже не спасало меня. Ни виды, ни каникулы, ни люди. Всё вокруг казалось по-семёновски отвратительно и тускло. «Итак, все, кроме Алисы, здесь. Ульяна, где Двачевская?» «А мне почём знать? Я проснулась, а её уже не было!» Сказала... Сказала она и тоже вернулась в строй, раздражённая и обозлённая. Утро ни у кого не задалось. Одни лишь горшковые хацаны стояли и беспично перешёптывались. «Знаешь, где она?» Неожиданно обратилась ко мне Настя. «Да должен!» «Ты же у нас страдаешь бессонницей!» «Мало ли видел?» «Нет, рыжих волос сегодня ещё не примечал». «Ясно». «Видно было, что её это мало интересовало». «Извините за опоздание», — крикнула запыханная Двачевская и сразу собрала все свои мужские взгляды на своей вызывающей форме. «Это что ещё за вид такой?» «У нас тут не бордель!» «Ну-ну, быстро привиди форму в порядок!» «Алиса скалила зуба». «Да без проблем!» «И не говори со мной таким тоном, понятно?» «Да понятно, понятно!» «Ну вот и хорошо!» «Важатых, прошу немедленно подойти к столовой!» «Не расходитесь, я сейчас!» Ольга Дмитриевна, довольная своей победой, широким женским шагом устремилась к столовой. Выдрессированные пионеры тут же зашебуршались. Построились в кружке с центральным считающим. А самые-самые просто незаметно слиняли через кусты. Алиса оскорблённо поправляла рубашку и бегала глазами, осматривая компанию, где ей нашлось бы место. Но Двачевскую никто не звал. В голове мельком проскочило желание поговорить с Двачевской. И тут же исчезла. Средь миллиона таких же дурных мыслей. Беседовать с ней особо не о чем. А в таком дурном настроении есть шанс получить добрый кулак в нос. Не поверьте, я говорю вовсе не про свой шнобель. Так или иначе, идея ушла в далёкий ящик. «Итак, пионеры, обсудим план на сегодня!» Резко вскрикнула приближающаяся пионер-вожатая. Детский шум стек, и будущая рабочая сила резко сформировалась в назначенные полка. «Оказывайте повышенную социальную активность!» «Помогайте нуждающимся!» И многое ещё бла-бла-бла исходило из её рта. Испачканного чем-то тёмно-розовым. Потом отработанная пластинка сменялась на новую, и речь пошла о мероприятии на повестке дня. «Сегодня вы будете отвечать за стен газету. У каждой группы будет своя рубрика. Ого, что-то новенькое!» Послышался отчётливый голос Ульянки. «А можно мне?» «Ульяна, а ну не перебивай!» Вожатая откашлялась и начала по новой. «У каждой группы будет своя заданная рубрика. Вам выделяются... Вам выделяются целый день на создание стен газеты, а вечером, сразу после ужина, каждая группа будет презентовать свой шедевр. Что же, а теперь список группы тем...» Ольга Дмитриевна снова откашлялась. «Ну что, заболела?» «Электроник Шурик и Игорь, вы отвечаете за рубрику «Наука». Напишите о научных достижениях лагеря и... «Чего вам объяснять? Вы всё и сами хорошо знаете!» «Это мы легко!» «Действительно, они были готовы к этому с рождения!» «Хотя нет, они были рождены для этого!» «Далее, Лена, Славя и Алиса отвечают за рубрику «Жизнь лагеря». «Лена и Алиса вместе...» «Эх, хана всему...» «Расскажите о том, чем дышит совёнок...» «О занятиях, походах и так далее...» «Чего? Я не буду работать с этой психованной!» «Лена резко вскочила и тыкнула пальцем в Двачевскую...» «Алиса, да и никто здесь такого жеста не ожидали!» «Лена, что это на тебя нашло? Вы же обе в одном отряде!» «На Елену это было не похоже!» «Замкнутой девочке не так легко вырвать эмоции наружу!» «Да ещё и перед публикой!» «Но тут...» «Лен, успокойся! Сработаемся!» «Ты ч... Ты чего это вдруг?» «Мы же с тобой с детства дружим!» «Ненависть вышла из девочки через глубокий водах» «Вышла вместе со всем кислородом из лёгких, потому что за этим последовал глубокий вдох» «Ладно... Стерпимся!» «Вот и хорошо! Идём дальше!» «Настя, Олег и Мику!» «На вас рубрика «Музыка лагеря!» «Думаю, вы тоже не нуждаетесь в углублённом пояснении!» «Никто из ваших перечисленных удивлён не был!» «Всё стандартно и ожидаемо!» «Слушай, а почему Алису к нам не закинули?» «Она ведь тоже по музыке, верно?» «Всё легко!» «А она официально не в нашем клубе?» «Так, просто ходит иногда поиграть!» «А я чё, официально?» «Вроде ж ничё не подписывал!» «Настя ухмыльнулась» «Ну, ты не подписывала, я подписывала» «Зашивись» «Не злись, я попала в клуб точно так же» «Сказануло что-то вроде «я подумаю», а Мику втихую вожатой меня и записала» «Хацунэ легко на помине зайчиком припрыгнула к нам и резво захлопала кончиками пальцев» «Ребята, ребята, вы слышали? Мы вместе делаем стен газету» «Про что напишем? Вы уже думали об этом?» «Сказали вроде про то, что слушают пионеры сейчас» «Ой, а вы знаете, что слушают сейчас?» «Я вот в сомнениях» «На какой вы из вопросов мне нужно ответить» Горшкова засмеялась А Мику лишь похлопала глазами, расправляя длиннющие хвосты «После завтрака в клуб там все уже и обдумаем» «Хорошо» Это была самая короткая и законченная фраза, которую я услышал от этой девочки Так, и напоследок В связи с тем, что Семен уехал, нас немного не хватило Поэтому нужен еще один участник для равновесия «По воле случая, у наших соседей как раз остался один лишний пионер» «Лишний пионер?» «Как-то паршиво звучит» «Соглашусь, нехорошо сказала» «Но факт остается фактом, один человек ушел в запасное» Вожатая снова откошлялась и громко проговорила «Итак, последняя группа» «Ульяна, Женя и Артем» «Вы ответственные за рубрику «Спорт»» «Япона, мать» «Сказали мы с горшковой хором» «Мда, ну и группа» Вожатая улыбнулась «Зато про твой любимый спорт» «Русыск» «Но лучше зовите меня Аручи» «Угу» «Хе-хе-хе» «Будем на этом сегодня уж заканчивать» «Всем спасибо за просмотр» «И всем пока» Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной, верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена.